Добрый день! Это шестое видео о Древней Греции. В нем я расскажу о письменности, искусстве и науке. По одной из версий, древнегреческий язык появился в результате миграции племен, говоривших на праиндоевропейском языке на территорию Греции, где с ним произошли фонетические изменения. Его называют протогреческим. Первая греческая письменность появилась на острове Крит. С 20 века до н.э. это были условные иероглифы, а позднее – линейное письмо двух видов. С 19 века до н.э. появляется линейное письмо А. Это упрощенные иероглифы, которые существовали параллельно с последними. В результате ахейского завоевания они были вытеснены линейным письмом Б, просуществовавшим с 15 по 12 века до н.э., но не получившим широкого распространения. Оно было уничтожено в результате дарийского завоевания. Греческое алфавитное письмо возникло на основе письменности финикийцев около 9 века до н.э. В нем появляются отдельные знаки для гласных звуков. Существовало два варианта письма. Восточно-греческое, которое стало основой для византийского, коптского, кириллического, армянского и частично грузинского письма. И западно-греческое, которое дало развитие этрускому, латинскому и древнегерманскому. Первые известные письменные произведения – это поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», более поздние – эпосы Гесиода и отца истории Геродота. В классический период особое развитие получают трагедии и комедии. Самые известные драматурги – Исхил, Сафокл, Еврипид и Аристофан. Драматические состязания между ними, посвященные богу Дионису, устраивались два раза в год на больших и малых Дионисиях. Этот бог научил людей возделывать виноградную лозу и делать вино, и тем самым олицетворял переход от собирательства к земледелию. Одним из его символов был козел, поэтому участники Дионисиев одевались в шкуры этих животных и пели обрядовые песни в честь бога. Отсюда происходит слово «трагедия» – песнь козлов, а комедия – это песнь подвыпившей толпы. Дионису посвящали хвалебные песни, которые получили название по одному из прозвищ бога – Дифирам, что переводится как «дваждорожденный» и отсылает нас к людям из индийских высших каст, которые тоже считали себя «дважды рожденными». Сначала текст и пьес исполнялись хором. Руководитель хора назывался Корифей. В 534 году до н.э. поэт Фиспит добавляет в хору одного актера, главного героя – протагониста. Эта дата считается временем рождения мирового театра. Позднее Исхилл добавил второго, а софокол третьего актера. Последний придумал декорации. В драматических действиях протагонисту противостоял антагонист. Играли только мужчины. На лицо надевали маски с рупором, усиливающим звук голоса, на ноги – катурны, добавляющие роста. Один из древнейших театров Диониса построен на южном склоне знаменитого афинского Акрополя. Любопытный факт. Сначала театральные представления были бесплатными, а потом появилась плата за входной билет – два Абола. Когда это случилось – неизвестно. Но цена напоминает еще одну – плату Харону за перевозку души в загробный мир. Причем известно, что сначала был один Абол, а потом дорога подорожала. Возможно, это случилось в одно и то же время. Принято считать, что в древнегреческих театрах была такая акустика, что даже в дальних рядах зрители все отлично слышали. И действительно, когда стоишь в центре орхестры, круглой площадки, на которой разыгрывались действия, и говоришь привычным голосом, то его слышно и в последнем ряду, но в пустом театре. Современные исследования показали, что дальние ряды слышали громкий голос актеров, а шепот – нет. Древнегреческая культура оставила нам множество памятников архитектуры и скульптуры. Говоря о наиболее интересном архитектурном наследии Греции, в первую очередь стоит упомянуть о создании в архаический период архитектурного языка – ордерной системы. Существовало три вида ордеров – дорический, ионический и коринфский. Каждый из них состоит из трех частей – опорный – основание, несущий и несомый – антаблимента. Эти части, в свою очередь, тоже делятся на три. В основании – фундамент, стереобат – ступенчатая площадка, поднимающая храм над городской площадью, и стелобат – верхняя ступень стереобата. В несущий – база, основание колонны, колонна и капитель – верхняя часть колонны. В несомый – архитраф, балка над капителью, фриз – декоративная горизонтальная полоса, и карниз – верхняя выступающая часть. Не загружая вас подробностями, расскажу только об отличиях средней, несущей части. Так, в дорическом ордере у колонны не было базы. Она сужалась кверху и заканчивалась трапециевидной капителью. В ионическом и коринфском колонна почти прямая, устанавливалась на небольшую подставку – базу. Капитель в ионическом сделана в виде завитков, напоминающих рога барана, а в коринфском – стилизована под корзину листьев Аканта. Горический ордер считался символом мужчины, ионические – женщины, а коринфские – девушки. Продолжая историю о древнегреческих архитектурных сооружениях, не могу обойти вниманием одной из самых известных в мире – афинский Акрополь. По легенде, его основал Кикроп, первый царь Афин. Существо с двумя змеиными хвостами вместо ног, судья в споре между Афиной и Посейдоном. Подробности спора можно узнать в видео, пройдя по всплывающей подсказке. Современник Девкалеонова потопа, о котором я уже рассказывала в другом видео, доступном во второй всплывающей подсказке. Отсюда еще одно название Акрополя – Кикрополь. Строительство на пологой вершине отвесной 156-метровой скалы размером примерно 300 на 170 метров велось с 15 века до н.э. В 5 веке до н.э. в результате греко-персидских войн Акрополь был разрушен. В 447 году до н.э. при Перикле началось новое строительство. Автором проекта, вероятно, был Фидий, которому поручили общее руководство. К Акрополю вела только одна дорога. Поднявшись по ней, человек оказывался перед парадными воротами – пропеллеями, к которым с одной стороны примыкала библиотека, а с другой – пинокотека, картинная галерея. На территории Акрополя находилось много сооружений. Храм Эрихтыйон, посвященный спору Афины и Посейдона за покровительство над только построенным городом. Храм богини Ники Аптерос, то есть Бескрылой Победы. В 15 веке он был разобран на блоке, но в результате реставрации 19 века восстановлен. Главное сооружение комплекса – храм Парфенон, посвященный Афине. Он строился в течение 10 лет архитекторами Иктином и Каликратом. Внутри находилась статуя Афины Парфенос, созданная Фидием. Для нее была выбрана хризоэлефантинная техника, когда на деревянный каркас скрепились пластины из слоновой кости и золота. Первые имитировали тело, вторые – одежду. Причем золото было казной города. Уже после окончания строительства Фиди обвинили в краже его части, на что он снял пластины, взвесил и таким образом снял с себя обвинение. Статуя погибла ориентировочно в III веке до н.э., а храм за свою историю побывал и христианской церкви, и мусульманской мечетью. Сейчас продолжаются работы по его реставрации. Еще одна скульптура Фидия в Акрополе – Афина Промахос. Девятиметровая бронзовая статуя, простоявшая более тысячи лет. Отблески солнца на позолоченном наконечнике ее копья и на навершии шлема были далеко видны с кораблей. Кроме Фидия, главными скульпторами греческой культуры V века до н.э. были Мирон и Поликлет. Мирон – создатель первой классической скульптуры в движении – дискобол. Еще одна его работа – композиция Афина в споре с Марсием. Поликлет – автор Дорифора и Диадумена. Он впервые ставит статую только на одну опорную ногу, добиваясь эффекта контрастного расположения одной стороны тела относительно другой. Это называется контрапост. Так Поликлет добивался ощущения подвижности фигуры. К сожалению, большинство древнегреческих скульптур дошли до нас только в копиях, но даже по ним мы можем представить, каково было мастерство автора. Четвертый век до н.э. славен как минимум четырьмя скульпторами – Скопос, Леохар, Прокситель и Лисип. Первые два работали над украшением Галькарнастского мавзолея – одного из семи чудес древнего мира, речь о котором пойдет дальше. Скопос – первым отказался от бронзы и перешел на мрамор. Леохар – создал скульптуры Аполлон Бельведерский, Артемида Версальская, Ганимед и Орел. Статуя Аполлона дошла лишь в виде копии из мрамора. Она получила свое название «Посаду Бельведер» в Ватикане, где стояла после ее обнаружения в XIV веке на виле Нерона. Оригинал был бронзовым, и в нем не было ствола дерева для опоры руки бога. Артемида Версальская была подарена французскому королю Генриху Второму, который поставил ее в Фонтенблоу. Оттуда она переехала в Лувр по велению Генриха Четвертого, а Людовик XIV установил статую в Версале. Отсюда ее название. Ганимед и Орел. Эта композиция иллюстрирует миф о Ганимеде, который был самым красивым юношей на Земле. Зевс влюбился в него и похитил. Так Ганимед получил бессмертие и стал виночерпием богов вместо Гебеи, дочери Зевса и Геры. Прокситель. Автор Афродиты Кницкой и Гермеса с младенцем Дионисом. Афродита Кницкая – это первая монументальная работа обнаженной богини. Красота ее вызывала восторг у современников. И даже родилась легенда, что сама Афродита восхитилась работой Проксителя и задумалась, где же он мог видеть ее обнаженной. Гермес с младенцем Дионисом. Композиция, изображающая Гермеса, который по приказу Зевса несет Диониса к воспитателям. Лисип. Создатель отдыхающего Гермеса, Геракла и портрета Александра Македонского. Он был любимым скульптором последнего и изображал его с раннего возраста. Хочу отметить еще две знаменитых скульптуры эллинистического периода греческой истории. Лаокаон. Он был троянским жрецом, который предупреждал жителей, что не нужно принимать огромного коня, который стоит под воротами города. За это Аполлон или Афина наслали двух огромных змей, которые поглотили сыновей жреца, а потом и его самого. Скульптурная композиция отражает момент борьбы со змеями. Сохранившаяся мраморная работа – это копия. Оригинал был выполнен в бронзе в III веке до н.э. Афродита Венера Милосская. Наверное, самое известное в мире древнегреческое произведение искусства. Его датируют I веком до н.э. Но мало кто знает, что нашли ее с руками. Сначала скульптуру откопал один французский моряк на острове Милос в Эгейском море. Отсюда ее название. Другой француз, морской офицер, поехал в Стамбул получать разрешение на вывоз. Когда вернулся, узнал, что статую уже погрузили на русский корабль. Правда, для того, чтобы везти в Стамбул. Турецкий четовник дал взятку капитану. В результате конфликта за обладание скульптурой она упала. Руки отвалились. На данный момент их местонахождение неизвестно. А уплала она в итоге во Францию. На территории Древней Греции были созданы пять из семи чудес древнего мира. Галикарнасский мавзолей. Построен в середине 4 века до н.э. в столице персидской сатрапии Карии, городе Галикарнас. Современная территория Турции, район Бодрум. Артемисия II, жена, сестра и наследница сатрапа Карии Мавзола, приказала построить усыпальницу для мужа. Это надгробный памятник правителя, над которым работали греческие архитекторы Сатир и Пифей. Сооружение в плане представляло собой почти квадрат 33 на 39 метров, а высотой было около 45 метров. Каждую сторону сооружения украшали скульптурные работы известных современников. Ляохара с запада, Скопоса с востока, Бреоксида с севера и Тимофея с юга. И хотя эта территория стала греческой после завоевания Александром Македонским, Галикарнасский мавзолей считается греческим чудом света, потому как работали над ним греки-скульпторы и архитекторы. Окончательно сооружение было разрушено в 15 веке землетрясениями, а слово стало нарицательным для обозначения гробниц. Статуя Зевса в его храме в Олимпии. Создана в 435 году до н.э. скульптором Фидием, но сгорела при пожаре в 5 веке н.э. Согласно описаниям, она производила очень сильное впечатление на зрителей. Достигалось это тем, что фигура сидящего у бога была крупнее храма, то есть если бы он встал и выпрямился, то пробил бы головой потолок. Так создавался эффект огромной божественной мощи Зевса. На территории храма происходили Олимпийские игры. Храм Артемиды в Эфесе тоже на территории современной Турции. Постройки святилищ на месте храма начались с 8 века до н.э. Есть версия, правда неподтвержденная, что создавали его амазонки. Первый храм был разрушен наводнением в 7 веке до н.э. Второй храм начали строить архитектор Хирсифрон и его сын в 550 году до н.э. А заканчивали через 200 лет в 380 году до н.э. архитекторы Диметрий и Пионий. По легенде, его поджег в год рождения Александра Македонского 356 года до н.э. некий Герострат, желавший таким образом прославиться, что, как мы видим, у него получилось. Работы по восстановлению начались в 323 году до н.э. по приказу Александра Великого. Сооружение просуществовало до середины 3 века н.э. Форосский или Александрийский маяк. Построен в 3 веке до н.э. на острове Форос в Средиземном море около берегов, основанной Александром Македонским Александрии. На вершине находилось зеркало, которое отражало солнечный свет, а ночью там зажигали огонь. Маяк просуществовал более чем 1500 лет. Сильно пострадавшее от нескольких землетрясений с 8 по 14 века сооружение было окончательно разобрано в 15 веке. Сохранилось много описаний маяка. В них указывается разная высота, но наиболее вероятные исследователи называют цифру между 120 и 150 метрами. Много веков Поросский маяк был самым высоким искусственным сооружением в мире. Это единственное чудо света, имевшее практическое значение. Колосс Родосский – 36-метровая статуя бога солнца Гелиуса, которая стояла на острове Родос в Эгейском море. По легенде, этот остров Гелиус создал сам, вынув кусок земли из моря. Поэтому солнечный бог почитался жителями более всех остальных. Статуя создавалась в течение 12 лет скульптором Хоресом, учеником Лисипа, а простояла 56 лет и была разрушена землетрясением в 20-х годах 3 века до н.э. С древнегреческим искусством тесно связаны научные знания, которые не только применялись для создания скульптуры сооружений, но и стали основой для развития мировой науки. В математике всем известны имена нескольких греческих ученых. Пифагор – 6 век до н.э. Известен в первую очередь теоремой о том, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Помните из школьной программы? Фалес. Тоже 6 век до н.э. Его именем названа одна теорема, хотя он сформулировал и доказал их несколько. Согласно легенде, он много путешествовал и бывал в Египте. Получил там множество знаний, но промотал состояние. Когда вернулся, знакомые его осуждали, говоря, если ты такой умный, то почему не богатый. Тогда Фалес, используя свои знания, предсказал большой урожай оливок и заранее монополизировал все маслобойни в округе. Тем самым не только доказал пользу своих знаний, но и разбогател. Евклид. Третий век до н.э. Написал первый теоретический трактат о математике «Начало». А Евклидову или элементарную геометрию мы все проходим в школе. Архимед. Третий век до н.э. Среди множества его открытий самое известное – определение удельного веса путем погружения тела в жидкость. Согласно легенде, царь Гейрон, родственник ученого, приказал ему выяснить, сделана ли его корона из золота или ювелир подмешал серебро. Размышляя над решением, Архимед зашел в баню и обратил внимание на воду, вытесненную его телом из ванной. Закричав «Эврика», он побежал к царю. Там погружая в жидкость корону, слитки золота и серебра равного веса, по количеству вытесненной воды определил, что ювелир – жулик. От математики перейдем к астрономии. Гераклит Понтийский, IV век до н.э. сообщал о вращении Земли вокруг своей оси и выяснил, что Меркурий и Венера – спутники Солнца. Аристарх Самоский, III век до н.э. предположил, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Это за 1800 лет до Коперника и Галилея. Кстати, о шарообразности Земли говорили пифагорейцы, Платон, а Аристотель даже сформулировал несколько доказательств этого утверждения. Эратосфен III век до н.э. первый рассчитал длину окружности Земли и не сильно ошибся относительно современных данных. Он же разработал систему параллелей и меридианов. Аристотель составил зоологическую, а теофраст – ботаническую системы. Последнего называют отцом ботаники. Заканчивая экскурс в разные античные искусства, хочу несколько слов сказать о понимании человеческой красоты в античный период. Греки считали, что это дар богов и видели ее в гармоничном развитии духовного и физического. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Спасибо вам за внимание!